А то, что Бариат Мурадовой знали все народности наши, не мое поколение, а старших поколений, спрашиваешь, они все знали Бариат Мурадовой любой национальности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще при жизни Мурадову очень любили и ценили как люди, не знаю, чиновники со званиями, выдающиеся, так и простые люди, которых она, кстати, очень любила. И часто выезжала с концертами, со спектаклями просто на колхозные поля и давала концерты обычным людям, ее очень любили, ее очень любил народ. И в том числе Мурадова была избрана даже депутатом, при том, что вот она отказывалась вступать в партию. Но когда уже избрали депутатом, это приравнивается к тому, что ты уже член партии. Ну вот такая тоже очень интересная ремарка, которая говорит о личности, потому что по тем временам отказаться вступить в партию было, в общем-то, таким большим поступком. Нужно было иметь волю, чтобы сказать нет. Так она и сделала. И, конечно, удивительно, что Мурадова обладала таким феноменальным искусством перевоплощения. Она блистала как в комедийных ролях, так и в драматических. Вот эта разноплановость, разножанровость, которая высоко оценивалась ее современниками не только в Дагестане, но и критиками, искусствоведами театральными в столицах. То есть выдающиеся театральные имена, в том числе Рубен Симонов, актриса Целиковская. То есть можно продолжать ряд, которые просто были восхищены ее игрой. И, мало того, Мурадову приглашали переехать в столицы и играть в больших столичных театрах, на что она сказала, нет, я нужна дома. Я останусь дома и никуда не поеду. То есть вот такой какой-то внутренний такой патриотизм дагестанский. КОНЕЦ Ну, наверное, это может быть от того, что слухи, разговоры. Конечно, она выделялась и чувствовалось, что вокруг какая-то зависть. Хорошая или плохая, зависть тоже. Такие закулисные какие-то там что-то там. А талант чувствовалось, что она на голову выше была, чем понимание режиссера. Или там какая-то на рептициях видишь. И когда материнское поле, мне сперва казалось, что какая-то надрывная игра была какая-то, ну, в каких-то местах. А когда, на рептициях, а когда шел спектакль, это было, ну, такое, я думал, даже где-нибудь так хорошо играют или нет. В материнском поле. И декорации Эдика Патергот, и сламка Зиев. Это очень хорошее впечатление оставило. И, конечно, благодаря Бариаду. Таких величин, как Бариад Мурадова, в истории каждой культуры бывают единицы. Ее вклад в историю театральной культуры Дагестана колоссальный. В общем-то, когда Мурадова вышла на сцену, фактически профессиональных театров еще не было. Она была одной из первых профессиональных театральных актрис. И, в общем-то, одна из первых женщин, которая вообще вышла на сцену. А так дома, когда к ним в гости идешь, что и бывало сразу. Пианино она на пианино играла и пела. Вот там я понял, что сковывать себя, знаешь, ты не знаешь, умеешь, не умеешь, не нужно никогда. Надо быть непосредственным. Она и ошибалась, она и повторяла, она повторно начинала петь, она сбивалась, но она заново пела. И не оставалось от таких встреч, что мы туда идем только чай пить. А получалось, что оттуда идешь каким-то раскрепощенным, освобожденным. Что ты можешь и так, можешь, что у тебя есть какие-то... Вот ты уходишь от нее, что у тебя есть... Она же актриса, а я художник. Что у тебя есть такие возможности, какие-то большие перспективы. Нет, это и называется, наверное, то, что мы можем при общении передать друг другу. Творческие люди. А остальное это все быт, остальное как мы выглядим, как мы сморкаемся, как мы падаем. Это все такое отвлекающее от того гениального приобщения, что мы получаем. При том, что она была выдающейся актрисой, в ней не было вот этой вот звездности, пафосности. Она была очень-очень простой. И вот эта вот простота, это не такая какая-то вот ацахи, да? Эта простота, она от внутреннего благородства такого. И понимание, что важно, что правильно. А не было в ней заискивания перед начальниками, не было в ней заискивания перед большими там чинами. И вот рассказывает Белая Римовна, дочь, что большое количество людей, простых, в бытность ее работы депутатом, при том, что она совмещала эту деятельность со своей профессиональной, вот, большое количество людей приходили и просили о совершенно разных, там, кого там детский садик, кому там жилье, кому что-то, при том, что она для себя, в общем-то, они жили всегда очень скромно. Вот недавно я думал про одного врача, который, у него огород в сорняках. Он один и огород в сорняках. Обычно же старики идут, сорняки убирают, чистят там, скучно же им. А я подумал, это был человек, который до последнего ходил в больницу, разговаривал с больным, даже тогда, когда его уволили. Это он полностью отдавал себе ничему другому. И вот Барья тоже была. Она ничему другому не посвящала себе вот именно только вот этой игре. Ах, как зажигала она, мимиками. Так что делаете. Редактор субтитров А.Семкин喔рг Продолжение следует...